В страну невыученных уроков, именно так называлась конкурсно-развлекательная программа, попали первоклассники гимназии номер один. В фойе городского дворца культуры ребята вдоль повеселились, порезвились и немного поучились. Я сегодня делала, играла, решала примеры. Мне очень понравилось. Мне бы хотелось, чтобы все уроки в школе всегда так проходили. Я играла в игры разные, танцевала. Очень понравились игры. А какие игры тебе понравились? Ну вот когда носил шарики на ракетке, еще танцевать понравилось. Мне понравилось больше всего завязывать ленточку, а моему другу выпало решать примеры. Учебный год для первоклассников – это новая ступень в жизни каждого ребенка. Девчонкам и мальчишкам нелегко сразу адаптироваться в школе. После беззаботных дней в детском саду усидеть за партой сложно. Поэтому взрослые стараются разнообразить школьные будни и подарить первоклассникам немного праздника. А вот такие развлекательные мероприятия игровые, они вносят моменты веселья, отдыха и расслабляют деток. И они знают, что кроме учения у них еще есть игры, развлекательные мероприятия. И нас ждут всегда на таких мероприятиях. Я очень рада, что в школе, в группе продленного дня предложили пойти посетить это развлечение. Поэтому мы только за, чтобы детям было весело, приятно, а мы поддержим любое начинание. Веселые клоуны Топа и Хлопа в каждой программе не просто развлекают детей, но и учат их в игровой форме чему-то новому. Мы просто играем с детьми, нам нравится это и им нравится. Мы особо не пишем сценарий. Мы просто стараемся сделать так, чтобы детям было интересно, познавательно, чтобы они у нас не просто играли, но еще и учились. В планах творческой группы Дворца культуры, задорных клоунов Топы и Хлопы еще много увлекательного и полезного. Конкурсно-развлекательные мероприятия для ребят готовят круглый год. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.